Всем привет, с вами Дмитрий, канал LEGO CrazyMotion И сейчас у меня копируются файлы У меня есть минут 30 как минимум Мне нечего делать И я решил сделать обзор Даже не на сцену, которую я сейчас снимаю А на Козельск Сам город, который штурмует Монголы Значит, как Козельск у меня Это будет выглядеть изнутри Я уже много раз говорил, что сам я Моделировать, самодельничать Очень не люблю Вот такой вот я странный фанат LEGO Я люблю покупать готовые сеты, чтобы уже все было Я больше люблю снимать, чем строить И, в общем, мой город Козельск Состоит примерно из Четырех разных сетов Купленных в разных местах Вот про это я сейчас вкратце и расскажу То есть, все сразу выставлять На столе я не буду В этом нет смысла Для камеры главное, для мультика главное Это определенный ракурс Поймать под каким-то углом Разные здания, углы и так далее Поэтому все сразу, одномоментно У меня в мультике никогда на столе не будет Но давайте посмотрим, что же я В целом использовал для того, чтобы Показать свой Козельск изнутри И первый набор, который я использовал Это так называемая Деревня Викингов Значит, это был набор Где-то придуманный каким-то западником Наверное, западником Может, китайцам не знаю Ну, короче Нет, точно не китайцы Потому что китайцы это все слезали Но, как ни странно Компания китайская, которая мне этот набор дала Она это продавала официально С разрешения автора И автор получал процент То есть, здесь как бы Китайцы даже поступили честно И продавали это все за процент Вот Ну, короче, авторские отчисления были У меня есть ощущение Так, набор у меня несколько лет У меня есть ощущение Что я когда-то его показывал Но я точно это не помню Значит, набор состоял из Вот такого маленького домика Викингов Он разбирается Там внутри какая-то утварь Шкуры, стол, кровать В общем, дверь открывается Закрывается Каждый дом он внутри Достаточно детализированно сделан У нас куча разных приблутых аксессуаров Но на этом сейчас останавливаться не будем Так, значит, маленький домик У нас такой вот был Симпатичный Вполне себе, мне кажется Можно использовать его В древнеславянских поселениях Дальше Домик побольше Так, сейчас он у меня как раз Начал разваливаться Почему домик побольше Домик побольше Не то, чтобы прям совсем славянский вид Но, может быть, даже совсем не славянский Но под определенными ракурсами, углами Где-то так, внизу Может даже ничего и прокатить Тоже Тут что-то у него снимается Можно получить доступ внутрь Но мне кажется, что Вот сколько лет у меня этот набор есть Ни разу я не снимал И внутрь не лез И не собирать мне неинтересно что-то Мне главное в этом домике Его внешний вид В общем, вот так вот он выглядит снаружи У меня это вот Будет жилой дом Внутри Козельска Это второй домик Дальше Есть Вот такие вот ворота Которые я, скорее всего, использовать не буду Они больше мне напоминают Внутригородские То есть между дворами Какими-нибудь То есть такое Не похоже на крепкие крепостные стены Поэтому я думаю, что в мультике Они мелькать не будут Если только фоном Где-нибудь Между улицей Улицей перекрывать Внутри города То есть такие вот Такой заборчик Достаточно хорошо сделан Но не тянет на Не знаю Хорошие крепостные ворота Как-то вот Хотя в рамках мультика В масштабе может быть Так Дальше Была вот такая вот вышка Вышку я использовал Вот не уверен, что вышки Такого типа Использовались Славянскими Племенами Но Как бы Пофиг У меня это в какой-то степени Была часть Городской стены То есть за стеной стояла Там солдат стоял Увидел В общем, как вышку использовалась Я даже не уверен, честно говоря Так, набор викингов Но я, честно говоря, не уверен Что и викинги такими Использовались По крайней мере В сериале «Викинги» Я такой и не видел Очень серьезный исторический аргумент Так И последний домик Такой вот большой Гигантский Ой Наверное, здесь какой-нибудь Кёнинг жил Не знаю Тоже Снимается Что-то как-то Допуск внутрь Там что-то есть Но смотреть мы это не будем Дверь сбоку Еще одна дверь сбоку Даже два входа с двух сторон Окей Но в любом случае У меня это фоновый дом Для того, чтобы просто Показать Дома Внутри города Соответственно Вот получается у меня Три домика Ворота И вышка На самом деле На самом деле В этом наборе викингов Есть еще один дом Четвертый Но мне его не дали Как ни странно Он по-моему Что-то среднее Между большим И вот Парым большим То есть такой Между ним не маленький А вот между этими двумя Какой-то был еще один дом Но мне его не дали Ну и как бы И пофиг Не сильно и нужен Так Значит Этот набор я вам показал Его купить Кстати до сейчас Его можно купить На Алиэкспрессе Причем Его можно купить Как полностью Так и каждый дом По отдельности Я постоянно встречаю Набор давно продается И продолжает продаваться Не знаю Сколько он популярен Но Но продается Чисто Как бы Ну не знаю Если кому надо Могу порыться Если не забуду Ссылку поставлю Так Это был первый сет Второй сет Пришел к нам Из Англии Но Из Китайских Деталей Тоже из Лего совместимых деталей Сейчас мы опустим камеру Этот набор Назывался Русская изба Идеально Просто вот Идеально Ну собственно И видно что Это русская Блин изба Что это еще может быть Это компания Билд Армия Английская Но чтобы Делать свои наборы Дешевле Они делают их Из лего совместимых Китайских деталей Поэтому Ценники там У них адекватны Проблема этого набора В том Что Я хотел купить два А мне Билд Армия Сказали То есть я взял Первый у них Прошло какое-то время Я его собрал Я же еще Парень такой Вот скажем так Не очень шустрый И после того Как я купил набор И собрал его Может пройти там Несколько месяцев А наверное даже годы И вот короче Я купил эту избу Она у меня лежала 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 Потом я начал делать По-моему Я вообще Впервые Эту избу Использовал В мультике Про Польшу Но неважно Короче В общем прошло Какое-то время Причем я решил Собрать Собрал Мне дом Дико понравился И я понял Что мне надо Сделать Русскую деревню То есть мне еще Надо 2-3 таких дома Чтобы прям Вот типовые Одинаковые Стояли Я полез Благодарная изба Вот она Именно такие башни Башни были В Козельске Стояли Да Вот именно сюда Монголы Должны прийти Прям идеально Но она у меня Одна Короче Денег Хватило только на Одну башню Что это Она у меня Съехала Немножко Сейчас Небольшой полевой Ремонт Сходу Что-то здесь Все Починили Некрасиво Так вот Денег Хватило только на Одну Но надеюсь Что я С помощью Ракурсов Монтажа И так далее Смогу Компенсировать Это Так Все равно Щель Кот не ушел Ну ладно Пофиг В общем Внутри башни Она разбирается Снимается Крыша Отдельно Снимается Каждый этаж Но это Вы сейчас Видели Я снимал Пытался Ремонтировать Внутри Что-то внутри Было Но я вытащил На запчасти Там не нужно Там какой-то Ящик один Остался Лестенка На второй этаж На втором этаже Вон какой-то Столик с чашкой Тоже нафиг Не нужно Сейчас мы Поставим Это Нажмем Поднажмем Очень красиво Сделан Здесь второй этаж Деревянной лестницы С рукояткой Вот И Башню Крышу ставим Назад Все Шикарный Совершенно Шикарная Смотровая башня Watchtower Очень крутая вещь Так И к ней шел Палисад Башню уберем Палисад Собственно Детализирован По краям Этот палисад Можно использовать В качестве Крепостной стены Уже что-то Посолиднее Но У него Нет ворот То есть Он здесь Соединяется И получается Вот такой вот Палисадничек Сейчас Соединим Вот Его можно разгибать По прямой Кругом Изгибать Он так собран Что Его можно Ставить Прямо В любую сторону Изгибать Звенья Как-то Звенья Как в цепочке Велосипедной цепочке От мотоцикла Цепь Так собрана Стена Бревна Так соединены Поэтому Можно изгибать Как угодно Сам Палисад Не знаю Где я буду Использовать Потому что Этот провал В виде Пустующих ворот Он немножко Как бы Сбивает Можно Конечно Здесь отсоединить Вообще И соединить С теми Воротами От Викингов Вот с этими Вот Как-то Их Сварганить Вместе Не знаю Не вижу Подумаю Короче Ладно Как пойдет Пока Нужды Такой не было Так Значит Я вам показал Третий набор Который От Blue Bricks Который Называется Смотровая башня С палисадом И последний Четвертый набор Который я использовал Для того Чтобы создать Видимость Козельска Это Вот А четвертый набор Это и есть Та самая Уже настоящая Крепостная стена Которая мне нужна была Это прям Собственно Так набор И выглядит Как крепостная стена И вот Снофишка И прикол в том Что он модульный Допустим Вот здесь есть Тоже своя Сторожевая башня Тоже очень круто Сделана Тоже достаточно У нее Такой Вполне себе Славянский стиль И она Легко Отсоединяется Да здесь Все Все отсоединяется На самом деле И можно модулями Выставлять Крепость Как угодно Значит Вот такая Вот Башенка Зачем-то Непонятый Проем В теории Тут можно Как будто Выбивать Для Сделана Для игры Можно выбивать Особными Орудиями Куда-то Двери ведут Зачем-то В эту комнату Не важно В общем Вот такая Башенка Так Я Случайно Выдавил Поставить Так Башенка К башенке Идут Ну вот Не знаю Вот есть часть стены Тоже С декоративными Элементами Точнее С детализацией Не столько Декоративной Сколько именно Детализация Хорошая Полезная Детализация Изнутри У этой крепостной Стены Есть Такие вот Лесенки Наверх И Небольшие Площадки Вот площадки Мне конечно Хотелось Чтобы они Были побольше Мне придется Здесь как-то Достраивать Выставлять Ну так Чисто для Мультика Не полноценные Строить Но какие-то Платформы Ставить Потому что Чтобы отражать Атаки Мне нужно Чтобы солдаты Везде стояли А не только В этих двух-трех местах Хотя тоже Смотря как Снимать С какого ракурса В общем Вот так Крепостная стена Выглядит Изнутри Соответственно Снаружи Модульная Можно разделить Ее на кучу Разных частей Оно все Отсоединяется На такие мелкие блоки И эти же мелкие блоки Они сгибаются Есть точки сгиба Разгиба В общем Тут Как надо Тоже прямую Под углом Все выставляется Вот модульная Система Просто шикарная Так И вторая часть Этой стены Она еще и обладает Воротами Значит у нас Сид Два солдатика У меня стоят Уже охраняют Сбил кусок дерева Зря Еще рано Ворота Конечно Не совсем такие Как были в Козельске Там вроде были Распашные Здесь Подъемный Механизм Ну ладно У нас есть Фиксирующий механизм Мы его поднимаем И ворот открывается Удобненько Соответственно Когда монголы пришли Придут Эти два перца Так Второй не отлынивается Тоже Сделай вид Что ты участвуешь Повернуться И Будут Крутить Сей Волшебный Механизм И таким Нехитрым Способом Ворота У нас Закрою Что Правильно Ца Вот Вот так они Ца и сделали Ворота закрыты Враг не пройдет Наверное Сюда По идее Монголы Будут Бить Тараном Раз я его Купил То надо Использовать Камнеметных Машин у меня Нет Как ни печально Они бы пригодились Монголы Их очень активно Использовали Но Ладно Будем что-то думать Так По итогу Что По итогу Дайте сейчас Некую панорамную Съемку сверху По итогу У меня Четыре сета Как я говорил Два А Этот сет Тоже От Блю Брикс Короче Два от Блю Брикса Один от Билд Арми И один из Китая С Алиэкспресс Стоп Нет Не с Алиэкспресс Это он продается На Алиэкспресс А мне он достался По-моему От китайского магазина Лед Брикс Ну В общем Короче Для вас Алиэкспресс Китай Так вот По мне Это все Строение Которое позволяет Сделать видимость Славянского Города Видел комментарий В Вконтакте Что Там Рекомендовали Добавить Какую-нибудь Там Православную Церквушку Без проблем Ее купить И она может быть Добавлена В какой-нибудь Следующий мультик Потому что Сам я не строю Я не самодельщик У меня Навыка Этого таланта Нет Я Эммит Из Лего Муви Я строю По инструкциям В идеале Покупаю Уже Вообще Готовое Так В общем Пока у меня Копировалось Блин 70% Еще 30% Чем 30% Вам наговорить Что-нибудь Или пощадить Ладно Пощажу В общем Показал я вам Свой Козельск Из чего он Состоит Ну и на этом Будем прощаться Не знаю Сколько это было Интересно Может быть Было любопытно Ну и собственно Все До новых встреч На канале Всем удачи Счастливо Пока